Наш враг сегодня Иран и Сирия, но он богат, у него есть нефть. Единственный признак, по которому спешащие по делам вашингтонцы могли догадаться о том, какие интересные планы на будущее обсуждаются сейчас в этом здании, одинокая женщина с плакатом «Не надо бомбить Иран». Впрочем, начиная войну в Ираке, неоконсерваторы преследовали сразу несколько целей, и не все из них на виду. Неоконсерваторов отличает два признака. Желание распространять силы, демократию и безграничная преданность интересам Израиля. США удивительно религиозное общество, причем в процентном отношении количество населения, исповедующего радикальные религиозные взгляды, просто запредельно. Первые американские колонисты были религиозными фанатиками, и также фанатично они уничтожали дикарей. С 80-х годов ультраправые силы в Израиле начали строить альянс с американскими правами, с теми, кого называют белые американские протестанты-евангелисты, ВАСП. Эти люди верят в буквальное истолкование Ветхого Завета, а именно в скорое пришествие Христа и всеобщее обращение в христианство. Перед Армагеддоном считают они у человечества простой выбор – поверить или погибнуть. Вашингтон, июль 2007-го. Это частное мероприятие собрало больше 5000 человек. Главная задача – сбор пожертвований. Главная тема – предстоящий конец света и война с Ираном. Среди гостей – десятки близких к администрации Буша политиков, например, сенатор Джо Либерман и экс-лидер республиканской партии в Конгрессе Том Дилей. Что привело вас сюда и насколько второе пришествие Христа влияет на вашу поддержку Израиля? О, очевидно, это то, для чего я живу. Надеюсь, это произойдет завтра. Поэтому мы должны быть вместе. Эта вера не шутка. Это огромный избирательный механизм, который привел Буша к власти. Как известно, в США на выборах президента голосует меньше 50% населения. И эта религиозная прослойка, крайне правые христиане, она, может быть, и составляет всего 13%, но зато каждый из них голосует. Каждый очень активен. Эти люди поддерживают не просто удар, а ядерный удар по Ирану, потому что это соответствует их религиозным верованиям. И поэтому я призываю нас всех немедленно рассмотреть возможность нанесения военного удара по Ирану. Они проповедуют войну против Ирака, Ирана, Сирии и даже Саудовской Аравии. А хотят они этого потому, что в последней битве в Армагеддоне, где они собираются сражаться с мусульманами, самые преданные христиане неожиданно вознесутся на небо. Это очень распространенный миф США, что неожиданно все люди начнут возноситься на небо. Серьезно? Абсолютно. Во Флориде люди приклеивают к багажникам стикеры с надписью «Если я вознесусь, осторожнее с моей машиной». Есть целая ассоциация пилотов американских авиалиний, которые верят, что вознесутся во время полета, и самолеты потеряют управление и упадут. Но это считается нормальным. Но ведь это звучит как полный бред. Это и есть бред. Когда говоришь с этими людьми, есть полное ощущение, что кто-то из нас наелся наркотиков. Но проблема в том, что их миллионы. Вы ожидаете конца света? Да, это вот-вот случится. Христиане будут сражаться с антихристом. Вы уже готовы к вознесению? Да, конечно. Я уже чемодан собрал. А можно тогда я заберу вашу машину? О да, пожалуйста. Можете взять все, что у меня есть. На самом деле, это всего лишь одна из неожиданных сторон того, что в Америке называется политическим лоббизмом. Американская политика держится на лоббистских группах. Это могут быть фермеры, могут быть охотники, могут быть фармацевтические компании. И, конечно, это могут быть самые разные этнические группы. Кубинцы, армяне, индийцы. Одни лоббируют политику в отношении Кубы, другие в отношении Азербайджана, третьи в отношении Пакистана. Армянскому лобби удается ставить в Конгрессе вопросы о геноциде армян, и это очень портит отношения США с Турцией. Украинско-польское лобби в основном отвечало за борьбу с СССР и коммунизмом. Это легендарная Кей-стрит, улица лоббизма в центре Вашингтона. Именно здесь, в неприметных серых зданиях, без вывесок снаружи, находятся офисы компаний, названия которых вам ничего не скажут. Однако именно эти компании в этой политической системе решают подчас гораздо больше, чем даже республиканская демократическая партия. Это можно называть легализованной коррупцией, а можно особенностями демократии по-американски. Однако всем известно, если ты хочешь, чтобы Соединенные Штаты учли интересы твоей страны, первое, что ты должен сделать, принести деньги сюда. Может показаться, что политика здесь – это большой игральный автомат. Чтобы играть, нужно не просто постоянно покупать жетоны, надо знать, куда их засовывать. Правда, выигрыш все равно не гарантирован. Можно потратить миллиарды и в результате не получить ничего. Но если хочешь чего-то добиться, играть придется. И эта игра идет десятки лет. Играют иностранные государства, корпорации, партии, профсоюзы, армии, спецслужбы, беженцы, диссиденты и оппозиционеры. Все играют на одном поле. Чтобы узнать, по каким правилам, мы отправились в одну из таких компаний. Ну вот вам пример. Албанское лобби – одно из самых влиятельных в США. Оно десятилетиями работает в Конгрессе. Сербы же, наоборот, очень разобщены. Они верят. Правда, сама победит. Но это не так. Ложь, если за нее заплатить, побеждает. Получается, если бы Милошевич вовремя заплатил лоббистской фирме, Белград не бомбили бы? Может, настроение тут немного изменилось бы. Но перед войной лоббистским компаниям законодательно запретили брать деньги у сербов. Этнические лобби могут влиять на американское правительство. Не надо заблуждаться только в одном случае. Если это более-менее совпадает с политикой самих США. Например, израильское лобби сильно только потому, что поддерживает тот курс, который и так уже существует. И если вдруг интересы лобби не совпадут с планами государства, лобби ничего не сможет сделать. Так кто же управляет этим огромным авианосцем, этой машиной по распространению демократии? Кто стоит у штурвала? Какие силы определяют, каким странам быть в оси зла, а каким в НАТО? На чьи головы упадут новые бомбы? Где разместятся новые ракеты? И на кого они будут нацелены? Маленькая группа фанатиков-радикалов, помешанных на Ближнем Востоке? Расчетливые стратегии из Пентагона? Национальные диаспоры, соревнующиеся в количестве купленных политиков? В конце концов, чем руководствуется империя? Материальной выгодой или некой высшей идеей? Идеология – странное слово. С одной стороны, да, мы говорим о стремлении всем управлять. Но люди забывают, что когда Буш был избран, проблемой номер один для Америки был не терроризм. Это были перебои с энергоснабжением, блэкауты на западном побережье, в Новой Англии, в Лондоне. И в этот же момент США начали импортировать больше половины нефти, которую мы потребляем. И первое, что сделал Буш, поручил Дику Чейни создать рабочую группу для решения проблемы. Знаете, как они ее решили? Была такая страна, Ирак называлась. Американская провинция, Пенсильвания. Здесь красиво, тихо, безопасно. Здесь течет медленная, благополучная и предсказуемая жизнь. Жизнь, в которой уже полвека, а может и больше, не было серьезных потрясений. Здесь вполне естественно не знать, где находится, например, Франция, или Китай, или Ирак. В радиусе двух миль всегда есть супермаркет с французским вином, китайской одеждой и пара бензоколонок. Но за этой заманчивой формулой интересная арифметика. Ежедневная мировая добыча нефти – 80 миллионов баррелей. Из них 20 сразу уходят в США. Из этого объема сама Америка добывает только четверть, остальное покупает. Каждый день на американские дороги выезжают 200 миллионов автомобилей. Это треть от их общего числа в мире. За сутки американские водители сжигают бензин настолько, сколько 20 крупных государств в совокупности. В абсолютных цифрах США потребляют 26% всей производящейся в мире энергии. В 1997 году это было 12 133 киловатт-часа на душу населения. Один американец потребляет столько же энергии, сколько два японца, шесть мексиканцев или 31 индиец. Чем же оплачивается это гигантское потребление? С 1971 года, когда президент Никсон отказался от привязки доллара к золотому стандарту, это положение поддерживается только военной машиной США. Американская экономика сгнила. Она производит только виртуальные товары. Громадные производства выведены в Китай, Мексику, Восточную Европу. Страна, которая была мировым промышленным лидером, превращается в банкрота. Under the protection of our freedoms, American labor, management, and capital, the greatest production team in the history of mankind, have made the United States the industrial master of the world. Capital must continue to provide industry with the funds to create new tools and plants. labor and management must continue to increase the production of better goods at lower prices, so that more people will be able to buy the things that make life easier and happier for all of us. США погружаются в глубочайшую финансовую зависимость от центробанков Японии и Китая, которые ежедневно посылают огромные деньги, чтобы мы могли поддерживать свой уровень потребления. А что, если завтра надоест? Что, если завтра, например, правительство Саудовской Аравии потребует перевести расчеты за свою нефть в евро? Американская экономика перестанет существовать в тот же день. В первую очередь причина американской экспансии – интересы бизнеса. Бизнесу необходим доступ к ресурсам, рынкам, инвестиционным возможностям. Корпорации контролируют все. Они назначают политиков, они выбирают Конгресс, они покупают выборы. Их влияние бесконечно. Возьмите нефть. Нет такого понятия, как нефтяное лобби, потому что все эти корпорации – они просто часть американского правительства. Например, госсекретарь США очень часто выбирается из числа руководителей основных корпораций. В США господствует убеждение, что частный сектор экономики, свобода предпринимательства – это ценность номер один. Ценность более важная, чем даже политическая свобода. И если какая-то страна пытается поставить под контроль стратегические отрасли, США считают своей задачей любым способом вернуть их западным корпорациям. Далеко не все правительства соглашались с такими предложениями. Но за свою историю США отработали множество способов, как заставить непокорную страну, непокорного политика стать покорными. Самый удобный способ – просто избавиться от него. За последние 60 лет американское правительство попыталось организовать перевороты в 50 странах. Более чем в половине случаев ему это удалось. В любой момент времени в Эквадоре нашими агентами были, по крайней мере, один вице-президент, глава обеих палат парламента, несколько министров, председатель социал-демократической партии. Этого человека зовут Филипп Эйджи. За всю историю ЦРУ это, пожалуй, самый известный случай, когда офицер американской разведки решает выступить с откровениями о тайных операциях этой организации в отношении других стран. Когда он сделал это, ему было 35. На тот момент он проработал в ЦРУ 10 лет. Мы проводили широкие пропагандистские операции. Так один из главных эквадорских журналистов, Густаво Салгада, работал на нас и публиковал наши материалы за своей подписью. Нашей задачей было создание в стране атмосферы страха и истерии. ЦРУ учредило в США Институт свободного труда совместно с транснациональными корпорациями. Мы приглашали на бесплатную стажировку профсоюзных лидеров со всей Латинской Америки. Но главное, когда они возвращались на родину, они должны были выполнять наши задания. Моим первым прикрытием была должность дипломата в посольстве. Я сразу начал проводить операции. В Эквадоре я провел три года, потом были Уругвай и Мексика. Там я был представителем американского правительства в оргкомитете Олимпиады 68-го года. Мне очень нравилось работать в ЦРУ поначалу. Это давало мне, молодому человеку, возможность знать то, что не знали простые люди. Для простых людей все выглядело совершенно иначе. Пройдет не один десяток лет, прежде чем многие из них узнают, что события, радикально изменившие жизнь в их странах, на самом деле были чем-то другим. Не тем, чем им казалось. Ни народной революцией, ни бунтом патриотически настроенных офицеров, ни внезапным обвалом бирж или продовольственной паникой. Что все это – просто часть одной большой специальной операции, которую в отношении государства, по указанию американского президента, провело ЦРУ. За три года в Эквадоре мы свергли два правительства. Мы устроили военный переворот в 1962-м и еще один в 1963-м. Людям в России очень важно знать, что ЦРУ создали не как агентство по сбору информации, а как способ вмешательства во внутреннюю политику других стран. Способ, которым пользуются тогда, когда по каким-то причинам прямое военное вторжение невозможно. Оказалось, что американская разведка добивается подобных целей даже лучше, чем армия. Впервые эта истина открылась американским президентом в 1953-м году. В августе 1953-го ЦРУ организовало переворот в Иране против первого в истории этой страны демократически избранного правительства Мохаммеда Масадека. Масадек провел через парламент указ о национализации англоперсидской нефтяной компании. Англичане всячески противились этому, они пытались устроить народные выступления и даже революцию. Но национализация все-таки состоялась. Тогда англичане обратились за помощью к американцам.